Добрый день, дорогие зрители сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва». Сегодня у нас круглый стол, один из первых круглых столов на сегодняшний день, посвящен замечательному событию. Мы сегодня отмечаем День Республики Чуваши. И этот круглый стол для вас проведут Юлия Зименко, редактор отдела «Московская власть», я, Руслан Орехов. И в гостях у нас Леонид Валерьевич Волков, полномочный представитель Чувашской Республики при президенте Российской Федерации. Здравствуйте, Леонид Валерьевич. Здравствуйте. Мы уже немножко поговорили, пока ждали начало эфира. Ну, в общем, уже все. Мы уже собрались отдыхать, но от начала все по порядку. 24 июня, Республика, главный ваш праздник. С чем это связано? Расскажите историю вашего края родного. Да. Вот уже более 20 лет в Чувашской Республике отмечается День Республики, приуроченный созданию Чувашской автономной области. Это событие ведет с декрета Владимира Ильича Ленина, декрета 24 июня 1920 года, в соответствии с которым создана Чувашская автономная область. То есть вам уже 95 лет? Да, 95 лет в этом году. А в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в 2020 году, через 5 лет, ровно через 5 лет, на федеральном уровне мы будем отмечать столетие Чувашской автономной области. Как сказать, обычно такими словами завершают, но мы вас ждем еще раз в госе, но уж тогда мы к вам уже, наверное, приедем. Хорошо. Ну, чем славно, так сказать, Чувашия, чем она вот именно в историческом таком плане? То есть вот давайте начнем из глубин времен. Если начать с глубин времен, вот Чувашский народ, Чувашская земля, вот уже почти 500 лет находятся в составе российского государства. И Чувашия добровольно вошла при Иване Грозном в состав российского государства. И вот уже в течение полутыщелетия не было ни одной вражды, ни одного конфликта ни с русским, ни с другими народами. И мы, Чувашский народ, считаем себя неотъемлемой частью Российской Федерации, Российского государства. На территории Чувашской республики имеется множество городов, которые были основаны еще Иваном Грозным. Это древние, такие старинные русские города. Это Чебоксары, Ядрин, АллатРы, Цивильск. Чем славится Чувашская земля? Ну, Чувашская земля, вот испокон веков говорили, это край 100 тысяч песен и край 100 тысяч вышивок. А если сегодня говорить, то Чувашия, конечно, славится своим народом, трудолюбивым, прекрасным, дружелюбным, отзывчивым, красивой Чувашской землей и всем тем, что создается на этой земле. Знаете, обычно полагается начинать с чего-нибудь официального, так сказать, достижения в индустрии. Но, знаете, вы так рассказываете, что уже хочется как-то, ну и что посмотреть, куда ехать, Чувашия. Знаете, сначала свои вопросы, а потом уже перейдем к официозу. Куда поехать? Действительно, это туристическое место? Или вот просто там хорошо, вам там хорошо, это прекрасное место, отдыхать, езжайте в Крым, например. Или все-таки к вам тоже можно заехать? Ну, во-первых, хотел бы сказать, что в Чувашии в последнее время развивается туристический потенциал, туристический кластер. По итогам прошлого года туристический кластер этнической Чувашии, по итогам конкурса, проведенного Министерством культуры Российской Федерации, заняла первое место в Российской Федерации. Ого. И я хочу сказать, Чувашии есть что посмотреть. Чувашия обладает огромнейшим потенциалом туристическим. Во-первых, это город Чебоксары. То есть столица. Обычно к столицам отношение такое, большой город, чего там делать и так далее. А вот чем Чебоксары отличаются? Ну, во-первых, Чебоксары уже несколько раз становился победителем конкурса «Самый благоустроенный город России». Ого. В 2001 году, а по итогам 2013 года получил диплом второй степени. Мне самому, как гражданину Российской Федерации, приходится бывать в разных городах России. Я почти во всех городах России был, кроме некоторых там городов. И не из-за того, что есть Чувашии, а из-за того, что я побывал, и мне есть возможность сравнить, я считаю, что Чебоксары на самом деле входят в тройку красивейших городов России, если не считать Москву и Санкт-Петербург. — Знаете, Москва, Санкт-Петербург и сразу вот прям вплотную Чебоксары. — С чем это связано? Во-первых, Чебоксары — город на Волге, на воде. А любая вода украшает город. Во-вторых, Чебоксары — это город на семи холмах. То есть это не ровная местность, а холмистая местность. И плюс к этому же ландшафтно-архитектурная структура города, она очень грамотно вписана в природный рельеф. — Во-вторых, вот мы все знаем город Венецию, город, который стоит на воде и спещерён каналами. Также географический центр Чебоксар — это не площадь, это не центральная улица, это Чебоксарский залив. И не просто залив, а многоуровневый залив, который украшен фонтанами, где плавают лебеди. — А вот скажите, всё-таки, знаете, конкурс по благоустройству в России выиграть — это очень почётно. Я думаю, каждый москвич, вообще любой горожанин скажет, что это одно из основных таких вот комплюсов проживания в городе. Так что же делается для этого благоустройства? То есть в чём оно выражается и что делают власти, чтобы это благоустройство было? Потому что это на самом деле очень сложный процесс. — Ну, во-первых, Чебоксарам в некоторой степени повезло, в отличие от многих других российских городов. Вот старый центр с изношенной инфраструктурой, когда построили Чебоксарскую ГЭС, он остался под водой. И на этом месте Чебоксарская ГЭС. И, соответственно, новая инфраструктура. Во-вторых, в последнее время власти города проводят политику лицом горожанам. Политику «Город именно для жизни», используя современные принципы и теории урбанистики обустройства общественного пространства. В перспективе строительства пешеходных дорожек, велосипедных дорожек, в перспективе центральная улица Ленина планируется сделать пешеходной зоной для того, чтобы привлечь как можно больше туристов. — Подождите, то есть и вас тоже не обошла эта мода на велосипеды, на вот такое передвижение по городу, на двух колёсах. — Просто в Москве это очень популярно, да. — В Москве популярно, но в Москве сложно. А вот насколько это в Чебоксарах, это всё возможно? — Ну, Чуваши, кроме туристического региона, позиционируют себя в качестве спортивного региона. По итогам конкурса, проведённого Министерством спорта уже позапрошлым году, Чувашию признали самым спортивным регионом Российской Федерации, номер один в России. — Подождите, а в чём это выражается, самый спортивный? У вас нормы ГТО только-только ввели? — Но здесь спортивный регион что предполагается? Не только развитие спорта высших достижений, хотя у нас очень много спортсменов, участников олимпийской сборной, но и формирование культа здорового образа жизни. И в прошлом году в Чебоксарах прошёл пятый международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». Во-вторых, стоит задача вовлечения, скажем так, каждого жителя Чувашии в не просто занятие спортом, а именно занятие физической культурой. Потому что есть понимание того, что если человек ведёт здоровый образ жизни, у него будет высшая производительность труда, меньше будет расходов на здравоохранение, на лечение. Недаром говорят, легче предупредить болезнь, чем вылечить. — Ну да, и люди, которые занимаются спортом, они, в общем, по-другому взглядят на жизнь. — Это вот просто я социологических исследований не видел, но я сам интересую социологию, общаюсь с людьми и могу судить, что если человек занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни, у него абсолютно другой менталитет и отношение к жизни, чем человек, который предпочитает после работы ходить с бутылкой пива и сидеть у телевизора. — А вот скажите, я знаю, что есть ещё такой паспорт здоровья. Это программа какая-то или что? Ну вот как это выглядит-то? Что это такое? — Ну, в перспективе я считаю, что у каждого региона России должен быть, и не только региона России, у каждой организации и даже у каждого человека должен быть своеобразный паспорт здоровья. То есть с тем, чтобы вот сейчас в последнее время стало модным такое понятие, как дорожные карты. То есть дорожные карты как из пункта А достичь пункта Б. То же самое паспорт здоровья, что человек должен сделать собой и управлять собой для того, чтобы он был здоровым. То же самое на уровне организации, школ, университетов и на уровне региона. — А в регионе у вас работает эта программа уже? — Я бы не сказал, что в полном объёме работает, но намерение воплотить это в жизнь есть. — Леонид Валерьевич, наши зрители в чате уже передают привет, кричат «Ура!» и поздравляют с Днём Чувашей. Ну, может быть, не только вас, но и нас всех, по большому счёту. — Немножко приобщились к празднику другого чужого. — Кстати, пусть это соседский праздник, но он нам не чужой. — Да, он приятный. — А вот хорошо, немножечко возвращаясь назад, туристические места, куда поехать, Чебоксары. Ладно, так, хорошо. Но есть ещё какие-то варианты, где можно... Если человеку больше хочется природы, созерцания, может быть, рыбной ловли, ещё чего-нибудь, там, походов в лес, куда? — Я бы сам выделил лично, на основе собственного опыта, пять жемчужин Чувашии, которые каждый житель Чувашии и каждый гость Чувашии просто обязан посетить. Чебоксары, понятно, это столица, где и театры, и очень красивая набережная, залив, музеи, в том числе музей Чапаева Василия Ивановича, где он родился. — Поговорим и об этом, да. — Это и музей пива, это и художественная галерея, и краеведческий музей, сейчас называется национальный музей. Это вот первая жемчужина. Вторая жемчужина, на мой взгляд, это город АллатРы. Это старинный русский город, основанный не просто во времена Ивана Грозного, а основанный лично Иваном Грозным во время похода на Казань. И город АллатРы, он находится в юго-западной части Чувашии, на границе Чувашии, Мордовии и Нижегородской области. Притом со своей специфической аурой, культурой и особенностями, обусловленными тем, что вот этот край на основе микса или смешения трёх культур русского, русского, чувашского и мордовского, вот дал своеобразный микс, такой микс. И плюс ещё, вот старинная такая древняя русская культура, в отличие от даже центральной части России, здесь сохранилась. Там очень много монастырей, храмов и так далее. И что интересно ещё, вот от этого кластера, вот мы можем называть, вышло очень много известных людей, которые внесли неоценимый вклад. Ну давайте о соотечественниках, о земляках тогда сразу. Мы вернёмся, куда ещё поехать, но просто... Ну про АллатРы, если говорить... Запомнили, значит, Чебоксары, второй пункт АллатРы. Это, если говорить про этот кластер, это не только уроженцы Чувашии, а это кластер юг, юго-запад Чувашии, Мордовия и юго-восток, получается, Нижегородской области. Это известный академик, основоположник теории кораблестроения Алексей Крылов. Да, знаменитый человек, да. Да, при этом хотел бы сказать, что он родной дед Сергея Петровича Капицы. То есть, соответственно, очевидно, невероятно тоже ведёт... Давайте так, корни очевидны, невероятно, вот они откуда идут. Да, это первый прокурор Советского Союза, который представлял интересы Советского Союза на Нюрнбергском процессе, это Константин Горшинин. Недалеко родился Сеченов, известный, правда, это Нижегородская область. Ну, знаете, немножечко соленец к соседям, и нормально. Да, вот это вторая жемчужина. Третья жемчужина – это город Мариинский Посад. Мариинский Посад? Да, город Мариинский Посад, расположенный на Волге, недалеко от Чебоксары. Вплоть до 1917 года город Мариинский Посад был крупнее, чем Чебоксары. Назван по имени жены Александра II Марии Фёдоровны. Был городом с очень развитой промышленностью. И хочу сказать, что недалеко от города Мариинский Посад, в Мариинском Посадском родился третий космонавт по всему миру Андриан Григорьевич Николаев, который полетел в космос после Ю.Л.С. Чегарина и Германа Титова. А нет такого, знаете, как Москва-Санкт-Петербург, ну, такая неполносерьезная конкуренция. Знаете, как сказать, Москва – одна столица, Санкт-Петербург – другая столица. А вот есть такое, между Чебоксарами и Мариинским Посадом? Я бы не сказал, что вот между ними есть конкуренция, потому что Чебоксары за время советской власти, он стал действительно по-настоящему столицей, и не просто столицей, а индустриальным центром всей Чувашской Республики. Хорошо. Так, третья жемчужина – Мариинский Посад. Третья жемчужина – Мариинский Посад. И на гербе Ядрин изображены ядра, и при том город Ядрин расположен в очень интересном с рекреационной точки зрения месте, в очень красивом месте, месте впадения реки Сура в реку Волга. Надо понимать, что река Сура является третьим по величине притоком Волги после Аки и Камы. Но если Ака впадает в Волгу на территорию города Нижний Новгород, Ака недалеко от Казани, то есть в урбанизированном месте, а здесь абсолютная такая чистая природа. И буквально полгода назад мы отмечали 80-летие со дня рождения летчика-космонавта Андрея Григорьевича Николаева, и на самолете Центра подготовки космонавта пролетали над Ядрином. И вместе с нами был летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Алексей Леонов. Вот карта, вы видите карту, я покажу на ней Ядрин. Я вот как раз на нее, вот здесь вот Ядрин, а вот это вот Сура, вот она пошла, куча притоков, всякой красоты, в общем, наверное, там и рыбалка. Там и рыбалка, но самое главное, вот вид сверху, вот, казалось бы, Алексей Архипович, он видел многое, но он, когда он увидел эту красоту, эту красоту, он, даже он удивился. Это на самом деле чистейшая вода, свежий воздух, просто изумительное место. Так, знаете, как аппетит приходит во время еды, еще, еще, но еще, наверное, тоже жемчужины Чувашии, это Заволжье. Так, я перемещаю карту, вот. Это левый берег Волги, на другом берегу Чебоксар, где чистые... Вот, вот это вот все зеленое пространство, вот оно, все это вот, все, да. Это чистые, девственные сосновые леса, притом сосны высотой 50-60 метров, и, хочу сказать, болото, притом чистейший воздух, и хочу сказать, что вот последние 10 лет... Болото, чистейший воздух, знаете, болото, что там, что хорошего в болотах? Болото, песчаники, и притом абсолютно разная такая местность. Ну, там вот смотрите, я просто смотрю, за рекой прекрасное зеленое пространство. Это лес. Да, но особых населенных пунктов нет, там есть инфраструктура какая-то. И в этом как раз и прелесть, что нет населенных пунктов, и про себя хочу сказать, что вот с 2004 года я каждый Новый год встречаюсь за Волгой, катаюсь там на лыжах, и получаю огромнейшее удовольствие. А инфраструктура какая-то, то есть там есть артейны, да? Базу отдыха, санатории, дома отдыха, гостевые дома, и хочу сказать, наверное, мало кто слышал, как течет собственная кровь. Вот уезжаешь на лыжах, абсолютная тишина, чистый воздух, останавливаешься, и слышно вот просто как течет собственная кровь. Москвичам это вообще непонятно. Да, у нас тут шум всегда в любое время суток. Нет такого места, где действительно будет... Действительно, вот после московского шума, вот эти пять дней даже отдыха, они равны, я не знаю, там, трехнедельному отдыху. Вот просто очень быстро восстанавливаешься, я вот по себе могу судить. А еще есть у вас, я там знаю, парк Чаваш Вармена, если я правильно говорила, Вармене, да, который в 2011 году стал победителем конкурса «Съем чудес Чуваши». Что это за парк такой? Ну, действительно, на территории Чуваши есть заповедники, национальные парки, в том числе и Чуваш Вармане. Это в южной части Чувашии. И надо сказать, что лес именно в культуре чувашского народа имеет как бы такое обожественное значение. Лес рассматривается не просто как среда жизнедеятельности, среда там обитания или там среда, откуда добывается пища. Лес рассматривается как живая часть природы, как самостоятельно живое существо. И в Чувашской мифологии, культуре очень много произведений, связанных именно с лесом. И вот этот Чуваш Вармане, оно считается вот таким историческим. Чуваш Вармане, правильно говорить? Это Чувашский лес. Чувашский лес. Следующий вопрос такой по туризму. Есть ли какие-нибудь разработанные маршруты, чтобы можно было заплатить деньги и ни о чем не думать? И быть уверенным, что тебе все покажут. То есть вот, знаете, как-то люди не хотят особо вот это вот разрабатывать. Вот что приехал, купил путевку, а дальше там, я не знаю, на лошади, на машине, пешком, как угодно, чтобы все показали. И все увидел. Но сейчас хочу сказать, что политика на федеральном уровне, это не только политика Чувашской республики, но и политика, скажем так, министерской культуры, которую мы сейчас перешли в функции регулирования туризма, это приоритетное развитие внутреннего въездного туризма. Оно сейчас очень актуально для всех жителей России, потому что в условиях девальвации рубля более выгодным даже с экономической точки зрения. И плюс еще, это поддержка регионов, поэтому, конечно, и чувашские власти, они заинтересованы в том, чтобы стимулировать развитие внутреннего въездного туризма. И, конечно, мы живем в условиях рыночной экономики, основным принципом рыночной экономики это является клиентоориентированность, желание клиентов закон, и клиент, чтобы получил все в упакованном виде. Конечно, все это делается. Будет вам поездка по Чувашии, я не знаю только на чем, может быть, на лошадях. Скажите, здесь вот, если Леонид Валерьевич, если вас это не затруднит, просится что-нибудь на чувашском языке сказать. Ну, например, добро пожаловать в прекрасный край Чувашии. Не-не, давайте в камеру, и так торжественно, да, пожалуйста. Прекрасно, и что вы нам сказали? Это так длинно, долго было. Уважаемые москвичи, уважаемые гости столицы, всех приглашаю в Чувашию, добро пожаловать. Москвичи, у меня только одно слово сейчас, я попытаюсь запомнить, москвич на чувашском, как будет? Мускавжины. Мускавжины, ага. Извините за мое произношение, я запишу. Ну, сегодня, вот ближайшие еще, не знаю, 30 минут мы будем все мускавжины, потому что у нас в гостях прекрасные представители Чувашской республики. Хорошо, значит, отдых отдыхом, но чем все-таки, так сказать, живет республика, потому что, ну, так сказать, одним туристом. То есть отдыхать хорошо, но нужно же где-то и работать, наверное, есть какие-то, что-то с этим делается. Конечно, но Чувашская республика является субъектом Российской Федерации и является индустриально-аграрным регионом. С развитой промышленностью. И здесь я хотел бы выделить несколько, как бы, кластеров, как сейчас модно говорить, с одной стороны исторически сложившихся, с другой стороны абсолютно новых. Во-первых, Чуваши, это исторически сложилось, что Чуваши или Чебоксары, это центр электротехнической промышленности. В настоящее время Чебоксарский электротехнический кластер стал победителем конкурса, проведенного Министерством экономического развития. Вошел в число 37 приоритетных территориальных кластеров. В Чебоксарах около 40 электротехнических предприятий. Электротехника в Чувашии начала развиваться в годы Великой Отечественной войны. Потому что именно в Чебоксары в первые годы войны были эвакуированы два мощнейших предприятия. Это Харьковский электротехнический завод, а мы все знаем, что Харьков был центром электротехнической промышленности еще в доролюционной России, где, кстати, работал и академик Лев Ландау, и Ленинградский электромеханический завод. И, слава богу, успели эвакуировать до начала блокады Ленинграда. И на основе этих двух заводов в Чебоксарах были созданы электротехнические предприятия. Это и Чебоксарский электроаппаратный завод, это и завод электроники и механики, и завод электроприбор. Там же имеются филиалы ЭББ Реле. Это известнейшего швейцарского концерна. В советское время был всесоюзный, а сейчас уже всероссийский научно-исследовательский институт Релестроения. И, кроме этого, в 90-е годы с нуля были созданы предприятия электротехнической промышленности, такие как Брестлер, ЭКРО, которые с нуля вышли на миллиардные обороты. А может, это вот в нашей ситуации необычное явление, когда вот в 90-е особенно, да, с нуля возникает... Тогда обычно все разрушалось, а вот сейчас... Извините, а сейчас вне темы, ну, просто вот идут сообщения. Какой интересный язык? Трудный чувашский? Вообще, чувашский язык, он относится к тюркской семье и входит в булгаро-гунскую группу языков. Куда, кроме чувашского языка, входит мертвые языки? Это гунский язык, булгарский язык, хазарский язык, язык хазарского каганата и древнебулгарский язык. Я, к огромному сожалению... Сейчас вам нужно поправить микрофон, чтобы было слышно. Вот, да, все замечательно. Прошу прощения. Я, к огромному сожалению, не знаю ни одного человека, кто вот с нуля смог бы выучить чувашский язык и идеально говорить на чувашском языке. Хотя есть отдельные интересные личности, которые интересуются чувашским языком и смогли на достаточно приемлемом уровне изучить чувашский язык. Просто, если кому интересно, я фамилии не помню, один немец приехал в Чебоксары, влюбился, женился, остался в Чебоксарах, стал изучать чувашский язык и, по-моему, даже на чувашском телевидении в свое время ввел курсы чувашского языка. Ну, надо же. И просто мы вернемся сейчас к промышленности, чтобы завершить тему. А насколько, ну, какие языки изучают в школах и вообще насколько, ну, наверное, бывает, что когда вот русский там вытесняет какие-то национальные языки, в данном случае, это как обстоят с этим дела? Ну, в Чебоксарской республике есть русскоязычные школы, где все обучение изучается, все обучение проходит на русском языке в основном, и школы с изучением чувашского языка. Это, конечно, в сельской местности. Вообще, я считаю, что более правильным является билингвизм, когда ребенок изучает и одновременно и чувашский язык, и русский язык. Хотя, надо сказать, что в условиях глобализации, скажем так, проблема сохранения чувашского языка, особенно в районных центрах и в еще большей степени в городах, конечно, она существует. Хорошо. А, значит, дальше электротехнический клаван. Знаете, у нас вот так вот разговор. Ну, у нас так вот и происходит. Все эти разговоры. Электротехнический кластер. Чем еще можете похвастаться? Электротехнический кластер. Вот сюда же относится известнейший завод Элары, который производит авиационную электронику. То есть, не буду долго говорить, это электронная начинка для наших боевых самолетов, которые поставляются на экспорт. Извините, я сразу перебил. Вы как гордитесь электротехническим кластером, но вот насколько, ну, давайте уж на чистоту, он конкурентоспособен. Понятно, что внутри России, может быть, он и единственный завод, да, и начинка для самолетов. А вот с точки зрения, так сказать, возможности экспорта. Надо сказать, что, если экономически это долго объяснять, но надо сказать, что в условиях девальвации рубля и в условиях политики импортозамещения электротехническая продукция на равных может конкурировать не только по цене, но и по качеству. Притом конкурировать с такими конкурентами, как Bosch, Siemens и так далее. Во-вторых, налаженная система, скажем так, основными потребителями продукции являются российские железные дороги, Русгидры, металлургические комбинаты, крупные инфраструктурные компании, которые, исходя из необходимости обеспечения национальной и технологической безопасности, работают. Свой вклад вносите в то, что наша промышленность не зависит от каких-то, как называется, санкций и прочей всякой ерунды. Да, 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 экономической общей ситуации в мире. Пусть они себе живут, как хотят. Хорошо. Вот следующий кластер — это Чебоксары, центр тракторостроения. Именно из Чебоксаров находится штаб-квартира концерна «Тракторные заводы». А какая марка тракторов? Это промышленные трактора, этот 500. А известная марка — это Четра. Это чебоксарский трактор. Это такие гусеничные или на колесиках. Промышленные, я поняла, это большие. Это промышленные трактора, которые используются. Но в этот концерн входит не только Чебоксарский тракторный завод или промтрактор, Чебоксарский агрегатный завод, но это и вагоностроительное производство. Сюда же выходит агромашхолдинг, это производство сельхозтехники, в том числе ядром которой является бывший красноярский завод комбайнов. Но есть другие тракторные заводы, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации. Таракторы, хорошо. И здесь следующий кластер я бы назвал. Это агропродовольственный кластер, который в честной связке работает с сельским хозяйством. Вот сюда я бы отнес производство пива. Это завод Букет Чуваши. Это известнейшую уже во всей России кондитерскую фабрику Аконды, которые вышли не только на Чувашский рынок, но и на российский рынок. И определенную часть продукции поставляют на экспорт. И это одна из немногих предприятий Российской Федерации, которые за последние 10 лет увеличили объемы производства продукции в 10 раз не только в стоимостном выражении, но и в натуральном выражении. Ну да, потому что цены растут. До этого в Советском районе это была обычная региональная небольшая чебоксарская кондитерская фабрика, которая поставляла продукции на локальный местный рынок. И раз уж мы заговорили о производстве продуктов питания, возят ли что-нибудь из Чувашии к нам в Москву? То есть можно ли где-нибудь приобрести? Что и где попробовать. Чем вы гордитесь? И вообще, чем вы накормите столицу? Во-первых, отношения между Чувашией и Москвой как субъектом Российской Федерации формализованы. В январе 2019 года подписано соглашение о сотрудничестве между Москвой и Чувашией, подписанное Сергеем Собяниным и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым. В рамках этого соглашения на регулярной основе проходят региональные ярмарки Чувашских сельхозтоваропроизводителей, куда приезжают представители личных подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств, агроферм и продают с поля сразу же чистую свежую сельскохозяйственную продукцию. Я не знаю, насколько корректно, но, пользуясь случаем, я хотел бы порекламировать. Только вчера на Нахимовском проспекте открылась выставка или ярмарка сельхозтоваропроизводителей Чувашских сельхозпроизводителей. Это не так рекламируется. Во-первых, адрес конкретно. Где конкретно адрес? Знаете? Нахимовский проспект, дом 51, по-моему. Нахимовский проспект, дом 51, ярмарка Чувашской продукции, лучшая, самая вкусная, самая замечательная, скорее, туда. Это точная матрица. Нет, это точно. Точно? Нахимовский, 51. А вот чем славится? Ну, что попробовать? Знаете, есть такие понятия башкирский мед. А вот Чувашское что? Ну, хочу сказать огромнейшее спасибо. Вот в газете «Вечерняя Москва» мы в прошлом году открыли ярмарку Чувашских товаропроизводителей и вышел репортаж в газете «Вечерняя Москва» с фотографиями. И там вышли фотографии валенок. И я буквально через пять дней приехал на эту выставку, пообщался с продавцом, как он продавал и валенки, и другую сельхозпродукцию. У меня, говорит, как вышло в газете «Вечерняя Москва», вся Москва, говорит, приехала и все валенки, говорит, разобрали. Валенки-то актуально, а хорошие у вас какие-то особенные, на всякий случай уточни. Они качественные. Они качественные валенки. Во-первых, конечно, это Чувашский мед. Так. Это раз. Во-вторых, это Чувашская мясная продукция. Это национальный Чувашский продукт, шартан. Поясните, что это? Шартан – это Чувашский национальный продукт. Ну, это как что? Это колбаска Чувашская. А, колбаса. Это Чувашское кондитерское изделие, я уже говорил. Ну, конфеты. Чувашский мед, Чувашские яблоки. Очень пользуются большим спросом, особенно в прошлом году, когда польские яблоки ушли с рынка. И многие говорили, что Чувашские яблоки на порядок вкуснее, чем польские яблоки. Ну, это не сомневаюсь совершенно. Ну, это, конечно, Чувашский картофель, который… Знаете, обычно говорят, ну, знаете, обычно говорят, откуда картошка? Из Рязани. А надо сказать, ну, из Рязани тоже хорошо, но лучше бы Чувашскую, да? Да, да. Хорошо. Поставляется молочная продукция, в частности, известные производители, это молочное дело, который… Или бренд Благода, наверное, многие в Москве видели. Да, бренд Благода. Это ваше. Это ваше. Да, да. Потому что вот это вот практически во всех магазинах, то есть когда творог выбираешь… Творог, сметана и другие там молочные субпродукты, это, конечно, Чувашский сыр, это Чувашская. И, конечно же, Чувашский квас. Квас? Особенно актуально летом. Так, вятский квас слышали, а что за Чувашский квас? У него как-то есть название, или он так и называется, Чувашский квас? Чувашский квас, это букет Чуваши. Букет Чуваши. Очень все просто. А есть какой-то секрет у этого кваса? Фирменный вкус. Секрет есть, но мы вам его не скажем. Нет, хочу сказать, что Чуваши, или там Чувашский народ, он славится издревле пивом и квасом. С чем это связано? Пиво вообще является, в том числе и безалкогольное пиво, чтобы зрители не говорили, что я тут рекламой алкогольных напитков занимаюсь, является национальным напитком Чувашского народа. Основой изготовления пива является хмель. А хмель, в советское время 80% хмеля в Советском Союзе выращивалось на территории Чуваши. А для производства хмеля нужны определенные природные климатические условия. А Чуваши идеально подходят для производства хмеля. Это раз. Во-вторых, на качество пива очень сильно влияет качество воды. А Чувашская республика – это республика, где наибольшая концентрация небольших рек, ручейков и родников на территорию. То есть Чувашская республика – она овражная. Я не буду углубляться в историю, в отличие от Татарстана, в отличие от Ульянской области, где степная часть – это именно овражная республика. И природная питьевая вода плюс природный качественный хмель дает именно высокое качество пива, в том числе и плюс высокое качество класса. Как бы вы не относились к пиву, а вот вода хорошая. Мы так много довольно о еде, продуктах и пользе для желудка. Я пока далеко не ушли, хотел бы сказать, что я назвал традиционные отрасли. Но Чувашская республика является еще и инновационным регионом. Вот, о чем и речь. Да. Во-первых, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на недавнем Санкт-Петербургском форуме Чувашию назвал одним из регионов-лидеров в национальном рейтинге по инвестиционному климату. Это раз. Во-вторых, хотел бы сказать, что на День Республики только вчера открылся индустриальный парк в городе Чебоксары. Это первая очередь индустриального парка, где будут размещены новые производства, в том числе инновационные. В-третьих, в этом году в городе Новочебоксарск открылся первый завод в России по производству солнечных батарей по тонкопленочной технологии. Подождите, вот здесь поподробнее, потому что, ну, так сказать, одна из наших любимых тем, это вот экология и вообще сохранение энергии. Что такое тонкопленочные? Они гибкие будут? Да, абсолютно. То есть они тоненькие и гибкие? Это тоненькие, гибкие. То есть я не хочу сейчас углубляться в технологию. Это абсолютно конкурентоспособные, скажем так, солнечные батареи. И оператором этого завода является компания Хевелл. Бизнес-проект или бизнес-модель этого проекта предполагает создание локальных мобильных солнечных электростанций, в том числе и в Алтайском регионе, в Забайкалье. А вот для, ну, скажите, для дома, для семьи, для дачи, то есть тоже будет что-то выпускаться? Или это все-таки пока такие промышленные масштабы? Ну, я думаю, что пока на первом этапе, конечно, это промышленные масштабы. Ну, давайте там тоже, знаете, иногда хочется, чтобы на крыше дома моего, да, конечно, была солнечная батарея. И чтобы, наконец-то, наши прекрасные пейзажи не так портили эти протянутые провода, которые просто повсюду. Провода. Да. Провода, да. Чтобы небо было. Небо, чтобы было. И солнечные батареи. Хорошо. А что-то еще из инновационных вещей у вас в республике? Инновация, она в условиях современной глобализирующейся экономики, она очень тесно должна быть связана с образованием, с определенной культурой инновационности. Потому что не может быть человек инновационным, если у него нет образования. Ну, да. То есть инновация не ради инновации, инновация должна стоять на каком-то крепком фундаменте. И здесь я хотел бы сказать, что в Чувашской республике очень сильно развито среднее образование. Так. И есть школы, где чуть ли не 100% выпускников этих школ поступают в ведущие московские вузы. Это и на физической факультет МГУ, на факультет вычисленной математики и кибернетики. И многие возвращаются в регионы. Кроме того, флагман образования – это Чувашский госуниверситет, который создан на базе Волжского филиала Московского энергетического института с хорошо развитым техническим образованием. Ну, в связи с этим. Потому что образование – это такой момент, который влияет на то, остается молодежь или не остается молодежь. Да, в регионе. Да, выпускники поступают в московские вузы, но зачастую они тут в Москве где-то или куда-то еще дальше перемещаются, чтобы вернуться назад. Насколько можно получить образование молодежи там, в Чебоксарах, в Чувашии? Ну, если говорить про меня… Давайте на живом примере рассмотрим этот вопрос. Я сам окончил сельскую школу, деревенскую школу. Я считаю, образование было хорошее. Потом окончил Чувашский государственный университет, то есть это региональный вуз. А потом уже приехал в Москву. Хорошо, ладно. Но все-таки кроме Чувашского государственного университета, какие еще высшие учебные заведения? Ну, конечно, есть Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева, Чувашская государственная сельскохозяйственная академия, Чебоксарский оперативный суд, вот эти четыре флагмана. Ну и плюс огромнейшее количество негосударственных вузов, так же, как и в Москве и в других регионах. Замечательно. Значит, есть где молодежи повышать свой уровень. Но здесь я хотел бы добавить еще одну вещь с точки зрения региональной политики. В связи с тем, что есть огромнейший спрос со стороны производственных предприятий на кадры, на кадры со среднеспециальным образованием и с высшим профессиональным образованием. Многие выпускники по некоторым специальностям чуть ли не стопроцентно трудоустраиваются на промышленные предприятия. Не менеджерами, не продавцами, а именно инженерами. Вот многие специалисты, притом начинают работать даже с четвертого, с пятого курса, именно по техническим специальностям. Вот в электротехнической отрасли. То есть нет такой проблемы, что выпускник потом мается и... То есть нет такой проблемы, когда выпускник, имеющий инженерно-техническое образование, работает продавцом Евросети, как у нас часто в Москве бывает. Вот мне приходится в Евросеть в Москве заходить, но иногда приходится общаться с выпускниками даже технических, ведущих технических вузов, которые работают продавцами Евросети. А ну вот смотрите, вот вопрос из чата, и он такой достаточно острый. Или не острый, в зависимости от ситуации. Какой уровень безработица вообще? Насколько, в принципе, можно найти себе работу? Знаете, вот так вот. Я думаю, уехать в прекрасный город Чебоксары, но найду ли я себе там работу? Задает себе какой-нибудь москвич, не москвич даже, а мусков жены себе задает вопрос. Сейчас, сейчас, подождите, нам надо поправить. Давай. Так, с вашей, с моей стороны и с Юлиной стороны. Я здесь аккуратно. Юль, поправь. Ага. А вот насколько действительно сложно или, так сказать, ну, это остро проблема стоит с работой? Не обязательно, вот, ну, понятно, инженерная проблема. Профессия – это хорошо. А вот, ну, вот вообще. Выпускники школ, выпускники гуманитарных вузов, педагоги и так далее. Ну, здесь, конечно, уровень безработицы – это такое, как средняя температура по больнице. Понятное дело, но оно и, да, все-таки дает некое такое… Есть уровень безработицы в городской сфере, есть уровень безработицы в сельской местности по разным специальностям. По отдельным специальностям спрос на отдельные специальности превышает предложение. То есть проблем с безработицей определенно нет. Может, вы сразу скажете какие-то так? Какие профессии выстребованы? Ну, во-первых, инженерно-технические. Во-вторых, рабочие, так же, как по всей России, высокой квалификации. Я сам ежедневно, я сам каждый приезд в Чувашию проезжаю через город Шумерлю. Это город на границе с Нижегородской областью. Давай, водичка попейте. И что интересно, буквально две недели назад проезжал через Шумерлю, висят два стенда рекламных с приглашением. Сейчас, 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 посмотрите, водичка. Инженеры требуются. Инженеры требуются. Рабочие высокой квалификации. К сожалению, Юля, не то, не то, не мы с тобой. Да, пока еще. Ну, может быть, можно переучиться. Там же есть где. Вопрос тоже, да, насколько есть такая система. Можно я это расскажу? Да, конечно. Висит стенд с приглашением на работу рабочих, то есть специалистов рабочих специальностей на Шумерлинский завод спецавтомобилей. Притом достаточно широкой квалификации. Это раз. Конечно, есть определенные вопросы с безработицей в сельской сфере. И надо сказать, что определенная часть представителей Чувашского народа приезжает сюда в Москву на заработки. Это Чувашия исторически сложилась. Это было трудоизбыточным регионом. Но это связано с тем, что в Чувашской республике самая высокая плотность населения на квадратный километр после Московской области и Северной Осетии. Это около 70 человек на квадратный километр. То есть самая населенная республика. Самая населенная республика. Неожиданно. Хорошо. И теперь тогда, может быть, расскажете немножко о составе населения. То есть какие диаспоры. Мы немножко сказали о языке. На самом деле. Кто живет в Чувашии? Секунду, я это просто скажу. Я когда готовила вопросы и когда просматривала, где находятся диаспоры, меня поразило. Потому что практически по всему миру, везде, мало того, что есть диаспоры по всей России, где-нибудь, например, в Якутии. Но когда я увидела, что есть диаспора, по-моему, в Казахстане и Латвии, и в Белоруссии, и в Молдовии, и в Эстонии. И я подозреваю, что, наверное, и за океанами где-нибудь. Вот как поддерживается с ними связь? Много ли их? Как вообще сотрудничество происходит? Тогда надо сказать, переформулируем вопрос. Насколько Чуваши широко распространились по миру? Знаете, вот это вот то, что они относятся к языку гуннской группе, это говорит о многом. То есть есть склонность вот это к путешествиям. Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что Чувашская республика является многонациональной республикой. Где 67% населения составляет Чуваши по национальности. 26% это русские. И около 3-4% это татары. И на юго-западе живут представители Мордвы. И надо сказать, что межнациональный мир на Чувашской республике сохраняется. Нет каких-либо конфликтов на межнациональной почве. Что касается представителей Чувашского народа, действительно, половина представителей Чувашского народа проживает на территории Чуваши. И половина народа Чувашского народа проживает за пределами Чувашской республики. Надо сказать, что, грубо говоря, в каких регионах проживают представители чувашского народа? Я бы выделил даже четыре группы. Первая группа — это регионы, в которых чувашский народ исторически проживал. Потому что Чувашская республика в нынешних границах появилась только в 1920 году при советской власти. А до этого она входила в состав Симбирской губернии, в состав Казанской губернии. Это регионы исторического проживания чувашей. Это Татарстан, это Ульяновская область, это Башкортостан, это Самарская область, это Оренбургская область. То есть соседние, близкие. Все соседние, да. Это одна группа. То есть они там исторически жили. И, слава богу, там чувашские деревни. И в Башкортостане, и в Татарстане, и в Ульяновской области в мире и согласии живут с соседними татарскими, русскими селами. Это первый куст. Второй куст, он связан с известной Столыпинской реформой. Я уже говорил, что Чувашская земля, она была трудоизбыточной. И во время Столыпинской реформы многие чуваши переехали в Сибирь. Это нынешние территории Новосибирской, Томской областей, Омской областей, Алтайского края, Красноярского края. И они приезжали деревнями, создавали деревни. И эти деревни, они, слава богу, сохранились. Они пытаются сохранять свою культуру, свой родной язык. Третий куст, он связан с политикой индустриализации в советское время. Очень много Чувашей, когда началось освоение Западной Сибири, или Западно-Сибирского нефтегазоносного района, и начали строиться города Сургут, Нефтьюганск, Надым, Новый Уренгой, в качестве и рабочих, и в качестве инженерных специалистов переехали туда. И они компактно проживают на территории этих регионов. Некоторые части, естественно, в качестве советских граждан, уехали и в Латвию, и в Литву, и в Эстонию, и в другие страны. Нынешнего СНГ. Ну и четвертая группа, наверное, это те, которые в 90-е годы, это молодежь, которые заканчивают среднее учебное заведение, и из-за того, что конкурентоспособность среднего образования Чуваши, она на самом деле очень высокая, действительно в массовом порядке поступает в московские вузы. И, как вы сами говорили, после окончания московского вузового заведения, часть возвращается в Чувашию, и часть, конечно, всегда здесь. А сколько в Москве диаспора? Официально по переписи населения 2010 года в московском регионе проживает 30 тысяч представителей Чувашского народа. Немало. А скажите, ну вот тогда сегодня праздник у Чуваши, какие-то мероприятия в Москве, может быть, сегодня, может быть, выходные, как вы планируете? В данном случае у нас ежегодно в Москве проходит праздник Московский Чувашский Акатуй. Это приуроченный к окончанию весеннеполевых работ и началу, ну, в кавычках, конечно, летнего отдыха, потому что отдыха летом не бывает. Да, осень, да. В этом году Московский Чувашский Акатуй пройдет 4 июля на территории Московского Дома Национальностей. И приглашаем всех москвичей, гостей столицы, принять участие в этом мероприятии и быть вместе с Чувашским народом. Дорогие московжены, 4 июля, Московский Дом Национальности, национальный, да, праздник? Московский Дом Национальности. Праздник называется Чувашский Акатуй. 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 А в переводе с Чувашского это свадьба плуга и земли. Потому что в Чувашской мифологии считалось, что весенние полевые работы это свадьба, земля-мать, оплуг, это вот мужское начало, происходит соединение мужского и женского начала и появляется в конечном итоге новый уважай. А вот какие-то, если немножечко вернуться, да, к традиционным каким-то истокам Чувашского народа, ну вот какие-то легенды, может быть, сказания. Сказания, да, какие-то увлекательные есть. Да, связанные. Ну и в том числе, которые места, может быть, с этим связаны, которые, может быть, стоит посетить или, по крайней мере, надо знать. Ну, если говорить про легенды Чувашской, или связанные с Чувашским народом, вот в псевдоисторической литературе, я хочу обратить внимание именно в псевдоисторической литературе, не в исторической литературе, существует такая легенда, что Чуваши являются родиной амазонок. Красиво так. Это хорошая легенда. Да, и она связана с тем, что амазонки похожи, вот, по произношению на Чувашское слово амазин. То есть это, что в переводе означает женщина. Ама – это женское начало. Не просто женщина, а именно женское начало. Щин – это человек. А отсюда некоторые исследователи делают вывод, что амазонки и амазины – это вот было одно и то же. А похожи Чувашские женщины характером, нравом на амазонок? На амазонок, да. Вот как это всё? Мне достаточно сложно судить, но говорят, что Чувашские женщины, они такие… Решительные. Решительные, да. Решительные, энергичные. И хотел бы сказать, что не знаю, насколько это достоверно, но есть такая точка зрения, что Чувашские женщины, именно представители Чувашского женского пола, очень конкурентоспособны в марафоне. Мы сами знаем, в женском марафоне в основном доминируют представители Чёрного континента. Ну да, они вообще… И Чувашские женщины, можно сказать, единственные представители белой расы, которые могут на равных конкурировать с… Это как-то, как вы думаете, это как-то связано, ну, с характером, может быть? Ну, там же важно ещё и вот этот характер, упорство, терпение. Ну, здесь, конечно, нет исследования, нет ответа на этот вопрос. С чем это связано? Генетическими особенностями или там характером. Но факт то, что первой чемпионкой, первой олимпийской чемпионкой по марафонскому бегу, первые соревнования на Олимпиаде по марафонскому бегу среди женщин состоялись в 1992 году в Барселоне, стала именно представительница Чувашского народа Валентина Егорова. Здорово. И она же на Олимпиаде в Атланте в 1996 году заняла второе место. Ну, то есть, ну, это один из самых таких героических видов спорта. Да, и на последней Олимпиаде в Лондоне, опять же, по марафонскому бегу, на Олимпиаде в 2019 году представительница Чуваши заняла третье место. То есть, действительно, это конкурентоспособность в самом тяжелейшем виде спорта. Да, в таком физически тяжелом. Ну, тогда, если еще, если мы немножко затронули, это представитель, не знаю, ваш земляк, соотечественник Василий Иванович Чапаев, его имя как-то вот затерто, и как-то оно вот обросло этими анекдотами, и даже уже из-за анекдотов не видно личности. Но человек был героический, человек был замечательный. Вот насколько, как сказать, ну, культ не культ, но вот насколько он почитаем, да, в республике, насколько он является, так сказать, примером для молодежи. Ну, надо сказать, что Василий Иванович Чапаев, он родился в деревне Будайка, Чебоксарского уезда. На том месте, где Чапаев родился, стоит камень. Сохранился дом, где он родился. Имеется музей Чапаева. И надо сказать, что Чапаев является национальным героем Чуваша и Чувашского народа. И до сих пор, вот вчера только мы отмечали юбилей нашего генерала-майора, 91 год, участника войны генерала-майора Виктора Михайлова. И там же присутствовал наш земляк, генерал-лейтенант, герой России Николай Гаврилов. И мы как раз обсуждали, и действительно, для многих мальчиков образ Чапаева послужил примером того, что они посвятили себя защите Отечестве, службе. Но вот это один из тех образов, Чапаев, Гагарин, если отбросить все эти дурацкие анекдоты, но это один из тех личностей исторических, которые не вызывают к себе, у них нет таких темных каких-то пятен, каких-то двухсмысленностей. И здесь я хотел бы обратить внимание, если мы говорим про Чапаева, надо четко отделить. Чапаев как историческая личность, как герой гражданской войны, Чапаев как литературный герой, Чапаев как киногерой, созданный Борисом Бабочкиным, и Чапаев как образ, сформировавшись в культурном коде русского человека. И если бы вот этого тесного соединения, сочетания не было, вот такого резонанса в культурном коде русского человека, если бы русский народ не воспринял бы Чапаева как своего, вот образа Чапаева в фольклоре не было бы. Не было, да. Ну, естественно. И, кстати, все анекдоты... И Чапаев плоть от плоти русского народа. Да. И все анекдоты, которые мы там слышим, они, в общем-то, такие с положительным знаком. И действительно, они показывают человека Чапаева с положительной стороны. И, пользуясь случаем, хотел бы сказать, что в прошлом году мы здесь, в Москве, провели юбилейный вечер, посвященный 80-летию фильма Чапаев. Организатором выступила полномочная представительница Чувашской республики. И вечер был на большой сцене Дома кино Союза кинематографистов. И мы впервые в истории на одной сцене собрали почти всех потомков Чапаева. Собралось 15 человек. И потомков Бориса Бабочкина, который сыграл главную роль в этом фильме. Их там было 9 человек. И они через 80 лет познакомились. Фактически через 80 лет в одной точке сошлись. И реальные потомки Чапаева, они, слава богу, живы-здоровы. И настоящие потомки Бабочкина. То есть это был уникальный случай. И хочу сказать спасибо вечернюю Москве, что вы отметили это событие. И на первой странице далее репортаж. Знаете, такие события нельзя не отметить, когда они проходят в нашем городе, потому что, знаете, можно что угодно пропустить. Такие вещи нет. Это просто интересно. Это просто даже интересно. Нет, а я еще хотел отметить, что, знаете, полномочное представительство при президенте, это всегда так, вот так, как-то вот это вот так вот все в галстуке, да, вот серьезная работа. А вот такие мероприятия, это замечательно, да. Замечательно, да. Ну, это, я считаю, одним из инструментов продвижения Чувашии в культурном пространстве Москвы. То есть самое главное, да, что горожанам это вызывает любопытство, интересно, да, там какие-то приятные ассоциации сходить, посмотреть. То есть даже самому просто интересно ознакомиться со всеми этими, и с какими-то, не знаю, нюансами, историческими легендами. Поэтому полетное дело, да, это очень полезно. И хочу сказать, что на этом мероприятии, так как мы проводили вместе с Союзом кинематографистов, половины были представители Чувашии, половины представителей Союза кинематографистов. И что интересно, было столько известнейших артистов, которые действительно пришли на юбилейный вечер фильма ЧПМ. Конечно, это такое явление. А все-таки, знаете, мы сейчас говорим о Чувашии, официальной вещи, нефициальной и так далее. Ну, все о вашем родном регионе. О себе пару слов. Мы уже знаем, как вы отдыхаете зимой иногда. Слышим, и так, да. Какое-то хобби, увлечение. Как вы проводите время здесь, в Москве? И как вы проводите время вот в отпуске, когда он у вас случается? Ну, это очень хороший вопрос. К огромному сожалению, в связи с должностью полномочного представителя, у меня времени на отдых практически не остается. Хотя, живя в Москве, я с огромнейшим удовольствием катаюсь на лыжах зимой, в зимнее время. Где? Вдоль канала имени Москвы, с выездом на Клязьбинское водохранилище, если получается, по 15-20 километров. А во время отпуска, вот для меня отдых, это две вещи. Первое, это чтение книг, с тем, чтобы голова работала, но не связана с работой, а художественная, экономическая, философская и так далее, литература. Ну и второе, я очень хорошо отдыхаю, когда я путешествую в горах. К огромному сожалению, в Чувашии гор нету, поэтому я с огромнейшим удовольствием побывал и на Алтае, и в горах Чаньшань. Это уникальнейшие места. Это и на Байкале, это и на Кавказе. И пользуясь случаем, я хотел бы предложить всех граждан России любить Россию и по мере возможного отдыхать именно в России. Просто в России есть очень много интереснейших, достойнейших мест, которые по-настоящему являются жемчужинами всей России. Я считаю, что Чувашия тоже одна из жемчужин. Пока мы разговаривали, я уже себе в интернете забил возможность гостиницы в Ядрине на август, так что может быть, еще и посетим ваши места. Хорошо, ну вот знаете, время, к сожалению, наше, знаете, как-то час, час, а он вот, когда интересный разговор, раз, и его нету. Просто заканчивается. Подошло к концу, да. Я еще раз хочу представить нашего гостя Леонида Валерьевича Волкова, полномочного представителя Чувашской Республики при президенте Российской Федерации. Леонид Валерьевич, вам слово для, как сказать, для дорогих мусковжене. Дорогие москвичи, мне очень приятно находиться в этой студии и представлять Чувашскую Республику, Чувашский народ. И хотел бы сказать огромнейшее спасибо газете «Вечерняя Москва». И то, что я вижу, и то, что как организована работа в газете «Вечерняя Москва», и самое главное, то, что сделана газета «Вечерняя Москва» за последние три года, это действительно уникально. Для меня, вот как для специалиста по менеджменту, есть много чему учиться, как оптимально организовывать вот медиапроекты в достаточно сложном таком мире. Ну, приятно. «Вечерняя Москва» — это по-настоящему газета номер один. Я сам лично с огромнейшим удовольствием читаю все номера «Вечерней Москвы», и самое главное, газета политически неангажирована, повернута лицом к простому читателю и пишет о тех вещах, которые нужны каждому жителю в нашем мире. В наше время большое спасибо. Знаете, вот так неожиданно получили кучу комплиментов. Ну что же, и на этой приятной ноте мы завершаем наш круглый стол, темой которого была вообще «Чувашская республика», а поводом, которым стал сегодняшний день «Чувашей», который мы все теперь уже будем отмечать каждый год. А этот круглый стол для вас провели Юлия Зименко, редактор отдела «Московская власть», и я, Руслан Орехов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова